Дезертир Так, вначале всем привет! Достали вы меня уже с этим вопросом, никак к ней не отношусь, я поиграл в неё пару раз дезертиром, покатался на обыкновенных танков нулевого уровня, даже прокачал до шестого. Потом дали мне крутой аккаунт с крутыми танками, не зацепила меня эта игра, она не моя. Вот, хотел бы ты в неё поиграть. Дальше вопрос. Уже ответил, играл, не понравилось. Далее ещё продолжение. К этому странный вопрос, но хотели бы вы на день стать Джимом Рейнером, молодой человек. Хотел бы ты стать? Почему на день, почему не на неделю? Хотел бы, конечно. Может на час вообще или на минуту? Да, можно, можно, не откажусь. А в каком бы случае ты использовал ядерный удар призрака в игре? Даже не знаю, надо подумать. Но с этим ответом надо быть аккуратнее, потому что у нас спецслужбы слушают. Как ты относишься к тому, что на стримах продают твои носки, Котю, Бутерболту, господи, нижнее бельё и даже твои волосы? Где это можно купить? У меня как раз всего этого сейчас нету, потому что я переехал. Окей. Коти у тебя точно есть, потому что я слышал, что он мяукал. Ну давай тогда теперь мой вопрос. Так, давайте. Надеюсь, подкаст скоро. Троеточие. Что с Эллом хотите снимать в будущем? Ну, ближайшие, скажем в кавычках, планы это точно снимать в будущем Диабло. Новое дополнение. Если выйдет что-то интересное по ловке, то, может, туда прорванём, хотя навряд ли. Ну, в принципе, планируем дальше стримить. Возможно, как-нибудь попробуем всё-таки снять Кошмар вдвоём какой-нибудь. Но тут уж, не знаю, будет от Элкина в основном зависеть. Следующий вопрос, на который ты тоже ответил. Игры в кооперативе. Какие мы планируем делать? Да, я на него ответил. Мы как-то заранее так... Да. Как насчёт поснимать раковые приключения Деза и Эллы в игре World of Tanks? Не знаю, я лично эту игру уже давно тоже забросил, как и Элкин. Хотя я там прокачался довольно неплохо. Ну, как неплохо, там, до седьмого или какого-то там уровня. Вот. Но мне как-то надоело это делать, и я забил это. Угу. Я тут что-то слышал про Вархаммер 4000 или 40 тысяч. Хотелось бы узнать, что это за игра и с чем её едят. И когда будут новые конкурсы? Ну, может, я как-то сначала, да, отвечу. Да, на Вархаммер. Вот, Вархаммер это такая весёлая стратегия, которая про орков и прочего. Космодесантники, бравые ребята, всё такое. И, в общем, она у меня планируется в прохождении. Элкин её точно проходить не буду, так говорю, сразу. Потому что она, не знаю, по каким причинам, она ему не понравилась. Причём ты это сейчас ответишь, кстати. А, вот. Так что ждите, в принципе, будет. Давай, ответь на вопрос, почему она тебе не понравилась. Просто поиграл, не понравилось. Там какое-то косое управление, какая-то карта непонятная, панель. Плюс игра уже старенькая, а я уже избалован Старкрафтом вторым. Её шикарной графикой и прочей простотой. В общем, не моё это. И это тот человек, который проходит Warcraft 3. График его, видите, Лизбелла. Warcraft 3, там сюжет офигенный. Ладно, давай, следующий тебе вопрос. Там, кстати, тоже, но это ладно. Сразу два будут вопроса. Когда будут новые конкурсы? И если у тебя будут 2000 подписчиков, что ты будешь делать? Отвечу сначала на второй вопрос. 2000 ничего. На 5000 планирую, наверное, какой-нибудь конкурс, но пока не знаю. Насчёт конкурсов. Ну, в принципе, недавно, буквально на последнем стриме, просто так скидывал ключик к Харрдстоуну. Тебе пришёл? Да, мне пришёл, я его скинул. Выиграл, сейчас даже, по-моему, попробую сказать, кто. Я, правда, особо не помню. А, вот. Выиграл стакиллер 428. Вот как-то так. По крайней мере, он мне написал о том, что выиграл, и сказал, что просто до этого не мог сообщить. Как-то так. Ещё вопросы есть? Конечно, тут целые что-то. Тогда давай тебе. Не, давай этого человека дочитаем. Тут осталось-то всего 20 вопросов. А, там всё ещё. Да. Будет ли какой сверхстрим к Новому году? Сверхстрим к Новому году? Ну, предновогодние выходные, да, стрим будет. Что на них будет, не знаю. Будет ли там присутствовать Элкин? Вот сейчас он вам ответит. А так, да, будет, наверное, хороший стрим. Я, скорее всего, не буду присутствовать, если это не будет 29 декабря. Потому что 29 приезжает мой брат со своей девушкой. И здесь не до стримов будет у нас. А вот, а он будет как раз 28 и 29. Вот, поэтому 28 можете с вами буду, но не обещаю. А после 29 я отключаюсь временно от интернета. Вот так. Следующий, продолжаем читать длинный вопрос. Бесли тебе такие комментарии, как? Если ты читаешь это сообщение или комментарии, то сыграй. Сыграешь ли ты когда-нибудь в Desert Strike? Игра торгового ряда в StarCraft 2. Так, я сейчас что-то как-то ты прочитал, что прям вот... Ну, смотри, бесли у тебя такие комментарии, как? Если ты читаешь это комментарии, то там... Комментарии, то сыграй. Не-не-не, это окончание вопроса. А, ну там тут много, просто много точек. Ну там, да, вот это как бы такое... Да, в принципе, мне как-то без разницы на эти комментарии. Ну, я предполагаю, что там, если ты это читаешь, то там через несколько дней ты умрешь. И пока, если ты там не разошлешь это сообщение, там, бла-бла-бла, щепочек. Насчет, сыграю ли я когда-нибудь в Desert Strike? Сложно сказать. Мы уже, по-моему, даже в него играли. Ну, не знаю, мне он как-то не особо нравится. Давай следующий тогда. Все, от этого человека больше не было. А, как же насчет странного вопроса? И странный вопрос, но и у меня заканчивается все. А, ну окей, странный вопрос, но хотел ли я стать Зератулом, надеюсь. У меня тут такой вопрос. И у меня ничего нет. Вот, не знаю, но я тебе потом могу показать. Хорошо. Да, в принципе, Зератул мне как персонаж нравится. Я вообще протасов люблю больше, чем остальных в Старике. Так что да, Зератул офигенный персонаж. Я тебе задам дополнительный вопрос. Хотел бы ты стать как точно он и быть невидимым? Или только получить какую-то способность у него, но остаться в своей внешности? Да, в принципе, на самом деле, и выглядеть как он тоже было бы прикольно. Да, то есть ты бы всем бы мог... Точнее, тебе все могли чем-нибудь сказать, а ты телепатически бы им бы ничего не мог бы ответить. Да. У протасов же нет урта. Ладно, заканчиваем фантазии. Ладно, теперь перемещаемся опять к тебе. И вопрос такой. Эл, будешь ли ты играть в StarCraft Legacy of the Void? Точнее, Улдгаси. Улдгаси точно играть не буду. И в Легаси точно тоже не буду играть. Зачем? Не люблю я StarCraft, вообще ненавижу. Окей. Следующий вопрос. Что лучше в WarCraft или World of WarCraft? Ты кто, по-твоему, лучше, с Сарой Лярд? Хотя, по-моему, эти вопросы уже были, хотя я отсортировал вроде. Да нет, были похожие вопросы. Там тоже кто-то героев сравнивал. Давай. Что лучше? Не знаю, что лучше. Опять-таки, пакостный вопрос. В прошлый раз тоже какие-то две игры сравнивали. WarCraft третья спрашивали и World of WarCraft. Вот сейчас тот же вопрос. Да, почти тот же, только там. Обе игры нравятся, и не могу я выбор сделать. Да, и сравнивать, на мой взгляд, стратегию, как ты ответил в прошлый раз, все-таки с ММО, это неправильно. Неправильно. Вот. И кто лучше, Сара, Артас? Артас. Сто процентов. Окей. Давай. У него есть Frostmourne и этот... И червь ледяной. Окей, твоя очередь, дружина. Тебе вопросик, где с как-то относишься к детям старше 12? Смотря в каком смысле. А вообще, в целом, нормально, как бы. Ну, скажем так, я отвечу немножко дипломатично, да? То, что... В каком-то смысле детскость, хоть такого слова и нету, да? Она в голове у человека. Но есть люди, которые неадекватные, а есть люди, которые адекватные. Причем не имеет значения, какой у них возраст. Так что, вполне нормально, если человек адекватен. Тут главное условие вот в этом. И кто кому, потому что у меня здесь от Тера Новый целый штабель вопросов. Давай, штабель от Новый. Прям вот от Лекаря. Хочу Лекаря послушать, что он интересного скажет. Окей. Назовите свои любимые фильмы, мультфильмы Ты и Я. Давай, ты называй в начале фильмы и мультфильмы. Три. Давай по три штуки. По три штуки. А тут как бы просто проблема. Ну вот я и боюсь, что ты сейчас долго думать будешь. Нет, думать-то я долго не буду. Ну, скажем так, если вспоминать, то один из таких вот моих любимых фильмов, это было «Тень». Фильм такой, не знаю, смотрел ты, не смотрел. Это про человека-невидимку, скажем так, в каком-то смысле. Старый очень, правда. Окей. Потом все части поворот не туда. И, наверное, «Пираты Карибского моря». Не знаю, это без фильмов. Ну, а что касается мультов, ну, наверное, это «История игрушек». Первая часть точно. А потом, естественно, корпорация монстров, наверное. И даже не знаю, тут уже сложнее. Не знаю, не знаю. Наверное, все. Давай твоя очередь. Я тоже сейчас сижу, думаю. Ну, первый фильм — это «Большой куш», только в оригинале. С этим, с Брэдом Питтом. Я, кстати, сейчас тоже вспомнил, да. По-английски он «Снач». А если вот кто хочет его посмотреть... «Бойцовский клуб» есть. Вот, да, «Бойцовский» тоже клуб его. И «Револьвер». Вот эти три такие фильма офигенно. Вообще, на самом деле, вот так вот коротко вылавливать фильм очень трудно. Очень трудно, потому что у меня, например... Много там интересного. Да, очень много. Даже по секрету скажу, что я планирую сделать... Не знаю, вот Элкин, как я с тобой еще на этой теме не общался. Будешь ли ты со мной делать или нет. Но я планирую в следующем году попробовать сделать такую маленькую рубрику топ-у старых фильмов интересных. Ну, типа, которые обязательно стоят просмотров, скажем. Давай, поговорим один. Давай. И мне теперь осталось три мультфильма перетислить. Как бы это странно ни звучало, Шрек. Первая часть только. Затем Суперсемейка. Чуть животик не надорвал себе, когда я его смотрел. И вот еще... И вот третий, блин... Хочется что-то назвать, но не могу вспомнить название. Ну, я еще могу добавок, пока ты вспоминаешь, добавить все два классных мультфильма. Это, например, «Унесенные ветром...» Э, «Призраками». И... Ходячий дом, или как он там назывался? Ходячий замок. Ну, ты помнишь, понял от Бога, о чем я. Если ты смотрел, конечно. Ладно. Закончили с мультфильмами. Мы пообещали новую рубрику в следующем году. Так что ждите ее. Следующий вопрос от новой. Это будете ли вы проходить хорроры? А, собственно, что я и так делаю. Да, дезертирка делает. Правда, у меня это сейчас, к сожалению, не получается. По некоторым причинам. Например, по тому, что я рисканка болела. И плюс реально устаю. Поэтому, за что извиняюсь. Вот как-то так. Давай дальше. Я так думаю, не стоит отвечать на этот вопрос. Почему ты так мало выкладываешь видео? Он болеет. Да, я уже ответил на этот вопрос. Да. Будете ли вы проходить другие игры в кооперативе? Это, по-моему, повторяется, да, уже? Ну да, мы отвечали не так давно. И да, в принципе, планируется. Когда? Пока понятно. Дота-подобный старик стремить будем? Это, скорее всего, героев спрашивают. Дота-подобный старик? Наверное, нет. Ну, я лично, нет. Я не знаю, может, ты будешь. Ты в героев не будешь играть? Ну, я на данный момент не планирую его стримить. Я планирую его запиливать как просто и... Стримы. Посмотрим. Посмотрим, если он еще к нам придет. Следующий вопрос. Почему нету, в скобочках, очень мало, видео про быстрые матчи у Элла и Диаза? Ну, про какие быстрые матчи? Ну, имеется в виду этот 1 на 1, 2 на 2 и прочее. Ну, потому что я, например, все-таки в StarCraft не очень хорошо играю. И в него как-то не особо интересен, мне больше интересен торговый вариант. Кстати, я предполагаю, что имелось в виду не герои, а все-таки эти... Как они? Ну, короче, в StarCraft есть карта наподобие доты в самом StarCraft. И может еще вот это имелось. Если вот это, то точно имелось. Если героев, то еще может быть. Ну, а насчет тебя, почему быстрых матчей не дают? Да, я тоже как-то разленился. Я, может, сейчас и буду это делать, поскольку интернет позволяет здесь... ...заливать маленькие видео. Вот, может быть, верну эту рубрику. По 10-15 минут будет какие-нибудь матчи. Так, следующий вопрос, почему... А, я тоже читал. Вы можете сказать, когда приблизительно идут будничные стримы? А, мы даже сами об этом не знаем. Да, они, во-первых, от меня идут, только спонтанно. От тебя... А от меня когда у тебя спонтанно? Ну, у тебя же ночные кошмары по будням или нет? Нет, они по выходным тоже, суббота, воскресенье. Но, опять же, я объяснил, почему их в эти не было выходные. Скорее всего, следующий тоже не будет. Попробую, правда, недели запустить, но, блин, я это уже обещал и... ...как-то тоже не смог выполнить, в общем. Ясно. Ладно. Будешь ли ты стримить Hearthstone? Пока не планирую, возможно, буду. И сейчас. Времени вообще мало, очень мало. Работа, жизнь. Не успеваю ничего. Окей. Есть ли у вас девушки? Почему мы их не слышали ни на одном стриме? Да, есть. Не слышали по той причине, что, например, у меня девушка приходит обычно поздно вечером, поэтому... Во-первых, ей не до стрима, во-вторых, она спать ложится, ну, это как-то так. А вот, а что? А у меня я обычно стримлю тогда, когда ее нет, чтобы она мне не мешала и не скучала. Потому что, когда приходит она, я... Я убегаю, да? Ухожу, да. На это правильно. Кем мы работаем? Я, как всегда, отвечаю, что я работаю работником, мне эта работа нравится, работается хорошо. Чувак, я уже с тобой сколько с таком, я не знаю, кто тебя в рабство вздал и что ты делаешь? Ответь, пожалуйста. А вот. Ну, а ты кем работаешь? Я безработный, я ищу сейчас работу. Вот. Вот так вот. Дальше я так думаю, спросят, в каких мы школах учились или еще что-нибудь. Да, ваше образование. Ага, наше образование. Ну, у меня образование школа 11 классов плюс колледж 3 года. Какой? Ты вот прям так хочешь вывести людей на мою предыдущую работу? Не, не скажу. Да. Не скажу, буду держать в секрете это дело. Мое образование 9 классов. Первый колледж IT, по-моему, это на русском то, что говорят. Ну, да. Второй колледж графический дизайнер. И все, спасибо за внимание, пока-пока, написал Тера Нова. И тебе пока. И так, видимо, следующий вопрос к тебе. Да ну! Да, вот так вот. В общем, Эл, почему перестали выходить записи стримов? Раньше хотя бы через раз были. Опять с Ютубом что-то не так? И, собственно, почему нет конкурсов и где Hearthstone? Начну с последнего вопроса Hearthstone. Буду скоро активно выкладывать. Нету записи стримов, потому что некоторые стримы я считаю жутко скучными и просто их не выкладываю. А иногда Ютуб, да, не записывает и их тоже не бывает. Начну с конкурсов. Конкурсов нету, потому что нечего расконкурсивать. Расконкурсов? Нечего разыгрывать. Окей. Ну, давай тогда твой вопрос. Мой или твой? Ну, твой ко мне. Дев, ты говорил, что возможно прохождение Cry of Death в кооперативе со мной. Будет ли? Не знаю насчет какого-то Cry of Death, который назвал Элкин, но Cry of Fear, в принципе, да, планируется, когда уже опять непонятно, потому что с учетом переезда Элла планы раза в два сломались, и поэтому... Весь список перечеркнулся и все. Не, он не перечеркнулся, но... В общем, его надо будет просто тико перестраивать. Да. Давай следующий. Здорово, будут ли стримы в новогодние праздники 4 и 5 января? Не, ребят, я, скорее всего, буду отдыхать до 10. Да ладно. Да, и... Стримов, наверное, не будет, как я уже тоже и говорил, поскольку ко мне брат приезжает. Но 5 и 4, если это будние дни, будут выходить Warcraft 3 и Frozen Throne. 4 и 5, это с мота с воскресенья. Тогда нет. А вот во все будние дни будут в Frozen Throne выходить. Ну, короче, в 30-го, в 31-го и вплоть до 3-го. Да. Окей, давай следующий. Как вы оба относитесь к GTA V? Не знаю насчет Элкина, я лично отличная, хорошая игра. Мне вообще вся серия GTA нравится, самая моя любимая серия, наверное, будет все-таки третья, потому что, во-первых, это была в свое время первая серия из всех игр, которая выпустилась в 3D, и это было очень хорошо. Мне GTA, я против него ничего не имею, просто не мой жанр. Единственное, что в GTA обожаю делать во всех частях, это тупо расстреливать, создавать пробки, зарабатывать 6 звездочек, угонять от ментов. Вот это я обожаю делать. А играть, чтобы проходить задания, они как-то мне быстро надоедают. Следующий тебе вопрос от того же человека, что лучше, Hero of the Storm или Dotka? Я думаю, этот вопрос нам уже не первый раз задают, и ответ очень простой. Так как Dota нам не нравится, а герои рулят, потому что там есть персонажи, которые нам запомнились с первых игр Blizzard, и это отлично. В общем, Dota в сливе. Ну да, поскольку мы оба, не знаю, как ты, уже полюбил Blizzard, но все, что делает Blizzard, это супер. То, что не Blizzard, это, не знаю. Надо играть, пробовать, если не нравится, тогда лучше не заставлять себя. Следующий от того же вопрос, но почему-то он мне адресован. Эл, попробуй пройти Slender, please. Игра довольно короткая. Ну, видимо, имелось в виду, чтобы его я прошел, скорее всего. То есть, ну, просто человек не туда написал, либо не так понял, кто проходит. А про Slender, да, знаю, что короткая, но в планах все-таки-то пройти все части эфира с дополнениями, а это, блин, долго. И, в общем, после Нового Года уже обещаю, что таких промашек по кошмарам и прочему не будет, так что все окей. Играете ли вы в танки или в самолеты? Я лично нет. Я играл и в то, и в то, сейчас уже тоже нет. Давай следующий, нам надо чуть-чуть ускориться. Давай. Ты или я? Ну, давай я тебя, то с временем ты, да ты. Эл, почему ты купил ноутбук? Ведь за одну тысячу долларов можно купить похожий системник. Да, можно и не только за тысячу купить системник. Можно и дешевле, и как раз мощнее купить. Но мне нравятся лэптопы, потому что их можно спокойно взять и перевезти в другой город, или просто на коленках и прочее. Мне нужна мобильность, а с коробкой этого не сделаешь. Окей, ну тогда в продолжение правильный вопрос, да, то есть... Но, соответственно, если тебе нужна мобильность данного аппарата и производительность, то есть много других, скажем так, вариантов. Но именно это заканчивается. Мне в данном лэптопе, который я купил, ASUS G750, мне понравилась, во-первых, производительность и дизайн. Все другие фирмы, типа Alienware, MSI и что там еще есть из известных игровых, у них просто напичкано топовым железом, но дизайн как будто там слепой какой-то делал. Он весь толстый, угрюмый. Когда его в руку в одну берешь, там правая сторона перевешивает, левую, его просто неудобно, но там реально как кирпич. Поэтому я его не взял. А ASUS мне больше всего по дизайну понравился. Плюс, хоть и цена высока, но приходится платить за комфорт. Окей, давай тогда ты мне... Диас, будешь ли ты проходить одну из игр, которые я сейчас тебе перечислю, NFS Underground, или 2 или 3, Most Wanted, либо же Hot Pursuit 2010 года? В общем, что из Need for Speed ты планируешь проходить? И будешь ли ты? Ну вообще, на самом деле, после того, как я увидел в первый раз этот комментарий, мне действительно пришла мысль все-таки их пройти. До этого я только думал о том, что надо в них еще раз поиграть. Но суть в чем? Я не так давно специально установил NFS-ку первую. Установил на нее все патчи, чтобы наконец-то играть на широкоформатном экране и прочее, и прочее. В общем, да, планирую, потому что эта игра мне в свое время нравилась. Она была классная, офигенная и все такое. Вторая часть, естественно, еще лучше первой, потому что там можно ездить по городу, просто так кататься и так далее. Что касается Most Wanted, ну, это одна из самых моих любимых частей, которые вышли, да, вот из-за на тот промежуток времени, потому что это было вообще прям нечто. Это копы, это погони, такие дикие, хоть и днем, но это круто. Так что да. Но последнюю Hot Pursuit я, скорее всего, не буду проходить. Не знаю, она мне понравилась. Ясненько. Дис, когда будет прохождение Ассасина? А, оно уже выходит потихоньку, но как только вот успеваю, так делаю. У меня, к сожалению, есть некоторые проблемы с, скажем так, с моим компом, а именно с жестким диском. И я вот как могу выцепляю видео, поэтому, когда они выходят, это хорошо. Если я не могу, не успеваю выцепить их, то они не выходят. Ясно. Давай тогда тебе сейчас вопрос. Ага. Итак, пару вопросов от следующего человека. В чем смысл жизни? В самой жизни. Давай дальше. Есть очень хороший фильм на эту тему. А вот, по-моему, как же он называется-то? Голопом по вселенной или что-то в этом роде? Ну, ты понял, о чем я. Ты, скорее всего, видел. Следующий вопрос. Почему вы в подкасте матерились, как сапожники? Ну, во-первых, мы не матерились. Это то, что Диас выложил за кадром, и все, как нормальные люди, порой пролетают эти слова. Да, я даже больше добавлю то, что не просто пролетают, а когда вы записываете несколько часов одно и то же видео, и у вас реально не получается, и вы запарываетесь уже. То есть, если раньше вы там читали всю фразу нормальный, где-нибудь в конце случайно запинывались, то потом вы начинаете запинываться уже и в начале, и в конце, и в середине. И даже просто не начав читать, вы начинаете уже смеяться и так далее. И это начинает уже напрягать через какое-то время. Поэтому как-то так. Следующий, а как играется в Warcraft 3 после Старика? Не скучно ли? Вот этот, по-моему, уже повторный вопрос. Нет, не скучно, поскольку в Warwick отличная компания. Да и... Есть в Warcraft, конечно, косяки в управлении, потому что каждая игра, которая выходит от Blizzard, они всё лучше и лучше делают управление. И к некоторым фишкам, которые я привык в StarCraft, нету в третьем, и приходится немного так тормозить, думать. А, блин, тут же надо по-другому всё делать. А так нет. Я третий варик прохожу чисто для компании, и всё. Вот, тут тебе, собственно, это не может быть повторением, потому что это мой всё-таки вопрос, который был неделю назад записан. Поэтому вот так вот. Ладно. Играл ли ты в Oblivion или Morrowind? Соответственно, Elder Scroll имеется в виду. Слышал о всех трёх играх. Их больше. Потому что у меня... Да. Даже видел скриншоты, даже мне часами дули в уши, типа, что это супер-мега-отличные игры, но меня этот жанр не прикалывает. Так же, как и Skyrim. По-моему, это они одинаковые, да? Да, это всё Elder Scroll. Так что, да, ты правильно понял. Нет. Skyrim я даже играл, но... Не, я не смог в нём разобраться. Ну, в общем, тебе не нравится RPG. Ну, понятно. И тогда спасибо, Elder Scroll. Давай тогда мои вопросы. Поехали. Диаса, будет ли прохождение Watch Dogs? Да, оно будет. Тем более, что предзаказ у меня уже давно оформлен. И даже с этим связана некая печальная история. Потому что, когда я покупал игру, я думал, что... Точнее, как, на сайте было написано, что она выйдет через две недели после моей покупки. В итоге, через две недели я узнал то, что релиз этой игры перенесли на месяц. А в итоге, через ещё полмесяца, я узнал, что его перенесли чуть ли не на первый квартал 2014 года. И это меня как-то сильно расстроило. Но, в целом, да, будет. И будешь ли ты проходить мультиплеер Ассасина четвёртого? Нет, не буду. Не знаю, не нравится. Так. Следующий вопрос. Где скоро видео по СК? По Старкрафту, наверное, имели видео? Или по Counter-Strike? Ну, в Counter-Strike я, конечно, играю, но... Но я его не записываю. Тогда по Старику будет ли видео? Смотря какие. Если имеется в виду из разряда обучений, то, да, может, что-то запишу. Тем более, что хочу ещё по Качинрану записать, да плюс ещё по пробкам играть за пробку. В общем, да, будут видео. Насколько скоро, не знаю. Но в следующем году они точно будут. А так как до следующего года осталось совсем чуть-чуть. Так что просто ждите, ребята. Всё будет. Я думаю, теперь тебе, наверное, вопрос. Поехали. Будешь ли ты, Элкин, проходить другие игры от Близзарда? Да, их там по пальцам можно пересчитать. Герои Диабло. Ну, смотри. Ну, смотри, у тебя есть Диабло 1, Диабло 2. Присше дополнение к Диабло. Ну, Диабло 2 можно попробовать пройти. А первый? А первый не будет. Почему, чувак? Он эпичен. Разрешение 320 на 240. Я думаю, HD квадратики никто не хочет смотреть. Да ладно, нормально. А там, кстати, для него патчи есть, насколько я знаю. Ну, поверь мне, текстуру там никто не перерисовывал. Не знаю. Ну, так же есть у тебя еще Warcraft 1, 2 и... Нет, я вот третий прошел, там самая нормальная компания. Все, если на этом забиваешь. Да, я на этом забиваю. А там еще, кстати, к третьему, по-моему, выходил не так давно еще какой-то патч, не Близзардовский. Да, да, знаю, там кто-то, какой-то наркоман паблик сделал его, там... Я его видел, этот мод кастомный, но нет, я в него играть не буду. Окей. Ну, StarCraft, в принципе, первый уже прошел, так что тут даже вопрос больше не осталось. Давай твой вопрос. Где, сможем ли купить безлимит на WoW, неважно, сколько это будет стоить, и... И потому, потому что хочет просто безлимит. А идей, насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, можно купить безлимитку на eBay, на американские аккаунты, но... Не знал. На 25 лет, по-моему. Там есть и на год, на 10 лет и на 25 лет. Но это американские аккаунты. Ну, то есть, короче, это европейская версия, которая будет стоить раза в два дороже, чем любая наша. Не, ну, если человек хочет, пусть покупает на eBay. Эти коды обычно выдают тем, кто работает в Blizzard, и им просто дают их. Ну, не прям, всем. Ну, да, я понял. А определенному кругу людей. Я понял. Ну, вот, видишь, оказывается, да, есть. Я вот не знал. Но я знаю зато то, что есть относительно безлимитная версия на год, да, там, на полгода, и все, там, что-то в этом роде. Но это стандартно. Вот, ладно. Это для нас, наверное. Да. Элкин, будешь ли ты проходить код и Battlefield 4 на пиратке или лицухе? Если на пиратке, то купил ли ты лицуху? Код пройден, Battlefield пробовал, но мне там как-то миссии не очень. Очень понравились. И были, естественно, это все пиратское дело, потому что после... А что до Госта было? Black Ops 2? Да, Black Ops. После Black Ops 2 я полностью разочаровался в коде, в одиночной кампании, потому что они там уже начали курить, и без, так сказать, без ограничений. И там такие просто сюжетные линии пошли, что я открестился от них, и лицуху не собирался покупать. Ясно. Ну, я лицуху тоже в итоге не купил, но зато, скажем так, мне наоборот, код нравится больше, нежели Battlefield, потому что Battlefield мне показался какой-то холодной такой игрой, которая меня встретила, не пойми как. Была при этом даже на максималках довольно легкой, и, в общем, не знаю, не понравилась она мне в итоге. А вот код очень даже весело. Окей. Следующий вопрос. Есть ли у тебя Hearthstone? Да, есть. Даже два было. Ладно, следующий вопрос. Хочешь ли ты выиграть ключ по Hearthstone? Думаю, отпадает. Думаю, отпадает. Давай тогда я тебе сразу тоже два вопроса. Скоро ли будет Frozen Prom? Он уже почти весь записан и пройден, и по будням будут выходить пять серий. В день по одной. Эл, у меня такой вопрос. Все, что на сайте, соответственно, www.360fuld.com, твоя ли эта работа? Моя. Соответственно, если да, а ты ответил да, тогда можешь сказать, ты это учил в универе или сам? Извини за мой русский. Учил все сам, поскольку, хоть я и учился на графического дизайнера, как и мне сказали, что в школе знания полностью нулевые. Сидите ли вы там лично всего лишь ради корочки? А все, что вы учите, вы учите самостоятельно. И поэтому все, что там, это выучено лично мной. С помощью интернет-уроков и прочей ерунды. Давай-то сначала верхний вопрос, а потом предпоследний. Потому что на верхний я уже отвечал. Что, будет ли стримы по Hearthstone? Нет, не эти. Но нет-нет, пока не будет, не планируется. Но я имел в виду самый последний вопрос такой. Типа, буду ли я проходить, типа, Watch Dogs или нет? И ответ, буду я проходить, когда он выйдет, если он выйдет, если я его дождусь, если я его не спирачу раньше времени. И давай тогда тебе тоже вопрос. Эл, я сыграл в StarCraft в рейтинге 1 на 1, 70 матчей, 45 выиграл. Почему я до сих пор не могу перейти в Серебряную Лигу? Почему некоторые играют матчи это к 30 и уже в Серебряной? А я с хорошим соотношением в бронзе. Ну, во-первых, рассортировка по Лигам в StarCraft она очень странная. Там зависит от нескольких критериев. Во-первых, от побед, сколько у вас побед, поражений. Чем больше побед, тем лучше, естественно. Затем, как быстро вы кликаете мышкой, то есть ваши действия в минуту. Если Battle.net считает, что вы очень медленно играете, он вас не переведет в высшую лигу. Ну, просто на ступень выше. И плюс там есть скрытый рейтинг. Когда вы играете, опять же-таки, 1 на 1 или в другой режим, там создается скрытый рейтинг, который никто не видит. И на основе его вас тоже переводят. Поэтому надо что-то в тебе улучшать. Победы тут не всегда важны. Вот так вот, оказывается, все страшно. В общем, я на всю жизнь останусь в бронзе, я это уже понял. Ну, давай, последний вопрос. Так, знает ли Эл о том, что я хозяйничаю в группе? Он даже про группу не знает, поэтому какая разница? Тут все просто. Дальше. Знаешь ли ты про игру правила войны? Если да, что ты о ней думаешь? Вообще первый раз слышу. Если бы у тебя в жизни был один ядерный удар, куда бы ты его потратил? Ага, ну у тебя было в игре, а у меня в жизни, да? Ага, значит, вот так вот. Я думаю, я бы потратил его... Чувак, спецслужбы. Окей, я не буду отвечать на этот вопрос. Меня заставили промолчать. В общем, ладно. Всем, наверное, спасибо, ребят. Мы с вами, как всегда, были. Мы рады были вам донести, скажем так, ответы на ваши вопросы. Всем еще раз спасибо. Всем удачи. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok